Кам Курви. Новая классная коляска для деток до 15 кг, любовь к которой у меня появилась со второго взгляда. Сперва эта семиклограммовая книжка мне не приглянулась, но благодаря моим подписчицам в инстаграме я все-таки взяла ее на тест-драйв и не пожалела. И вот почему. Ручка Курви покрыта классным, приятным материалом. Он очень похож на материал Бобизинга, но все же прочнее, следы остаются здесь не так легко. Высота ручки 102 см, им есть некомфортно. У коляски большой классный капюшон, опускается до бампера, не хватает здесь лишь смотрового окна. Удобная система разложения спинки одной рукой. Подножку тоже можно опускать и поднимать одной рукой. Раскладывается коляска в 175 градусов, а за длину спального места отдельный поклон производителям 93 см. Ширина чуть больше 30 см. Спинка у коляски не ставится в совсем вертикальное положение, но довольно комфортная. Очень удобный бампер, отстегивается с двух сторон. Удобные и легко регулируемые ремни безопасности. А огромных размеров корзина, с удобным доступом на магнитах. Даже при опущенной спинке к ней можно подобраться. У КАМ отличная тормозная система. Не испачкайте обувь, поднимая тормоз. Передние колеса с возможностью блокировки. Складывается и раскладывается коляска тоже одной рукой. Кроме того, если вам нужно нести коляску, в нее влезут пакеты и сумки, а поднимать по лестнице можно просто за бампер. А еще ее очень удобно катить за собой, как чемодан. В сложенном виде занимает относительно немного места, стоит самостоятельно. Ну что, поехали катать коляску? На улице КАМ меня очень порадовало. Вообще, за время ее использования сложилось впечатление, что придумали ее для одноруких людей. Так легко и просто делать все одной рукой. Складывать, раскладывать, возить, перевозить. КАМ очень маневренная и при этом довольно мягкая коляска. С проходимостью у коляски тоже проблем нет. Порожек в подъезде коляска, например, не заметила. И отлично прошлась по всем нашим ямам. На корнях деревьев тоже не застопорилась ни разу. И при этом, относительно хорошо проехала мой любимый бордюр, да и не только его. Горку проехала на отлично, даже с большим перегрузом на борту. Отлично едет по гравию и легко поднимается на бордюр, не задевая корзину. Довольно тихо едет. Из минусов. Отсутствие смотрового окна, передние колеса очень легко блокируются, иногда случайно. Кроме того, если у вас широкий шаг, можно задевать педали тормоза. В остальном, я в коляску влюбилась. И, безусловно, стоит она каждого своего рубля. Редактор субтитров А.Семкин